Дарья Миронова, КФУ Казанский федеральный университет посетил эксперт ЮНЕСКО Мунир Бушенаки. Подробнее о визите расскажет наш корреспондент Регина Фахруддинова. Дарья Миронова, КФУ Здесь господину Бушенаки продемонстрировали ресурсный центр института по развитию исламского и исламовеческого образования, а также ресурсный центр всемирное культурное наследие. Главным событием вечера стала открытая лекция для студентов и сотрудников КФУ, в ходе которой господин Бушенаки рассказал о своем профессиональном пути как международного эксперта в вопросах сохранения и восстановления исторических памятников, ответил на вопросы слушателей и даже подискутировал с ними на актуальные научные темы. Честно говоря, первоначально в ЮНЕСКО и понятия не имел о том, что такое Казань и где это находится. И только тогда, когда Санкт-Петербург принимал заседание Комитета всемирного наследия, тысячи экспертов всего мира узнали о городе Казань и Казанском университете, потому что столицу Республики Татарстан представляли как раз молодые ученые Казанского федерального университета. В заключение встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество ЮНЕСКО с КФУ, а также партнерство Казанского университета с образовательными исследовательскими центрами Алжиры и Бахрейна. Регина Фахрудинова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. Стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов. Этот рейтинг обновляется дважды в год. Какое место занял Казанский федеральный узнаешь в следующем сюжете. Не секрет, что Казанский федеральный проводит огромную работу по программе повышения конкурентоспособности. И рейтинги в этом вопросе играют значительную роль. Недавно стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов по версии портала Webmetrics. В последний год мы прибавили почти 500 позиций в рейтинге. Если в прошлом году мы были 1489 в конце июля, причем с отрицательной динамикой, то после последнего обновления в июле мы уже 1048 в мире. Ну, задача первоначальная стоит попасть в ТОП-1000, а потом уже дальше развиваться. В принципе, мы нагнали наших партнеров, наших коллег по программе 5100. На одну позицию мы только отстаем от Санкт-Петербургского политехнического университета. Там недалеко Томск, недалеко Уральский федеральный университет. С учетом того, что год назад мы отставали там 300-400 позиций. КФУ идет в правильном направлении. Есть цель, есть действие, а значит, будет и положительный результат. Отдели Валеева, Руслан Розаев, Универньюс. Что объединяет папоротник, кровеносную систему человека и трещину на стене хрущевки? Ответ на это способна дать только математика и герой нашего следующего сюжета. Фрактал – это малоизученная фигура со свойством самоподобия. Пока математики всерьез не взялись за такие объекты. Но аспирант Института математики и механики КФУ уже готов объяснить, что это такое и как можно с ними взаимодействовать. Фракталы – это фигуры, обладающие свойством самоподобия. То есть мы, к примеру, берем квадрат, из него вычеркиваем центральный квадрат. У нас остается 8 клеток, вокруг из каждой из этих 8 клеток мы опять вычеркиваем центр и так далее. Ясно, что этот процесс можно повторять бесконечно. Но вот то, что мы в конечном итоге получим, и будет одним из примеров фрактала. То есть свойство самоподобия состоит здесь в том, что если мы увеличим масштаб, мы будем видеть ровно ту же самую картинку, что и исходно. Классические примеры фракталов легко найти в окружающем мире. Это папоротник, капуста, брокколи или горные пейзажи. И в природе таких фигур не счесть. Реальность такова. Все, с чем мы имеем дело в школе – параболы, синусоиды – встречаются в природе нечасто. Как показала дальнейшая жизнь, фракталы – это не что-то такое редкое, какой-то монстр, редкий зверь. Наоборот, все наши хорошие фигуры, формы, к которым мы привыкли, кружочки, квадратики – это исключение из общего правила. А общее правило – это как раз что-то вроде фракталов. И сейчас математики всего мира работают над тем, чтобы попытаться распространить математику, которую мы знаем, на вот эти фигуры сложной формы. В этом есть много проблем, работы еще много, но потихоньку она движется. И у меня небольшой есть в это вклад. Фрактальная геометрия способна решить сложнейшие задачи. Например, нарисовать кровеносные сосуды в легких. Более того, фрактальная геометрия оказывается полезной во многих областях. В первую очередь в биотехнологиях. Например, при диагностировании онкозаболеваний. Если фрактальная сетка сосудов в каком-то месте нарушена, то следует обратить туда внимание. Скорее всего, этот участок является очагом болезни. Но выяснилось, что сетка сосудов, она часто тоже имеет фрактальную структуру. Поэтому если мы смотрим и видим, что где-то она нарушается, это легко сделать. То есть это, в общем, не очень сложное программное обеспечение. То мы можем с уверенностью сказать, что вот в этой области что-то пошло не так. Ну, где-то там естественный порядок вещей нарушен. И, соответственно, скорее всего, там что-то уже можно более пристально обратить внимание. Посмотреть. Но это не единственное, конечно, применение. Можно с уверенностью сказать, что жизнь каждого из нас состоит из фракталов и неисправляемых кривых. И в этом легко убедиться. Стоит лишь один раз взглянуть на мир, как на часть одного фрактала. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Видеоблогеры, вайнеры, ютуберы – многим уже знакомы данные профессии. Но почему они популярны? Мы решили узнать мнение прохожих. Они собирают все как гринду, которые любят большинство, наверное, и в каком-то готовом виде преподносят своей публике. Из того, что всем интересно, мнение других людей. Юмор, развлечения, какие-то философские рассуждения о жизни. Это все интересно. И, мне кажется, дело в вкусе каждого. Они рассказывают много разных вещей. Они делятся со своим опытом. Селевизор никто не смотрит, наверное, поэтому... Нет, смотрят телевизор, но не так часто, как раньше. Наверное, поэтому видеоблогеры стали такими популярными, так как сейчас молодежь находится в интернете большую часть времени. И им приходится натыкаться, как и мне, впрочем, на видеоблогеров, на их видео. Поэтому это стало популярным. Наверное, потому что молодежи нечем заняться. Потому что людям нравится сидеть в интернете и социализировать себя с другими людьми, которые более успешны, чем они. На сегодня это все. Не забудь купить тетрадки и ручки к началу учебного года. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok